всем снова привет у меня очередной выпуск я вчера разговаривал с одним из своих студентов он говорит андрей спасибо тебе большое я так счастлив за то что ты мне дал такого-то вот инструктора он офигенный как у нас там душа в душу все получилось короче я решил записать выпуск о важности роли инструктора в летном обучении и невозможно недооценить ее невозможно приуменьшить скажем так инструктора не только дает направление он еще все-таки протаскивает вас за ручку через всю программу рискует своей репутацией своей безопасностью потому что он подписывает вас самостоятельный полет в том числе этот человек безусловно несет колоссальную ответственность и огромное количество инструкторов именно и не становится инструкторами потому что они эту ответственность нести не готовы а потом уже позже этот же инструктор будет подписывать вас и на чакрайт то есть на ваш финальный экзамен и это тоже определенная ответственность потому что ввы и все Все записи фиксируются и сохраняются, поэтому если вы не сдали ваш чекрайт с первого раза, то и вам пишется это в личное дело, и инструктору его скор тоже записывается фейл. И если у инструктора за два года, сколько действует его свидетельство, не наберется 80% успешных сдач с первого раза, ему придется пересдавать экзамены. Есть подход американский, когда инструктор не закрепляется за студентом, да, то есть это подход, который есть в нашей школе и в 99% американских школ. Да, у вас будет какой-то главный инструктор, который с вами будет проводить больше времени, но летать и заниматься теорией вы можете с каким угодно инструктором, зависеть это будет от шеф-пилота, который составляет расписание и формирует вообще картинку. А вот российский подход, я не знаю, как сейчас, поменялось ли что-то в ауцах или нет, но, по крайней мере, когда я учился, то в основном все студенты, особенно новички, прибывающие только-только-только-только, они всегда закреплялись за определенным инструктором. И в этом есть, как всегда, плюсы и минусы, об этом я, собственно, и хотел поговорить в своем посте. Я почему-то вспомнил вчера сразу же про своего первого инструктора, и в том числе этим блогом, этим постом хотел бы отдать ему какую-то честь и свой должок, потому что мой инструктор был Юрий Викторович Апарин, гениальный совершенно преподаватель, гениальный педагог. Я начал летать на Кубинке в 2006 году, и Апарин был моим первым, но уже потом не единственным инструктором, но он был моим главным и первым инструктором. Для многих, очень многих, Юрий Викторович абсолютно не подходил. Он был жесткий, он мог прикрикнуть в воздухе, он мог выругаться, он жестил вообще как бы, ну иногда так прям по-серьезному жестил. Поэтому, например, там многие девочки или там мальчики с более тонкой душевной организацией, чем у меня, они Юрия Викторовича боялись откровенно, опасались и не очень-то хотели с ним иметь каких-то дел. Как иллюстрация примера, мне Юрий Викторович подошел абсолютно идеально, как бы, и мне было с ним хорошо, комфортно, и я адски благодарен ему за мой первый самостоятельный вылет и вообще за получение лицензии частного пилота. Так вот, тема закрепления инструкторов, она двоякая. То есть, как всегда, есть плюсы, есть минусы. С одной стороны, когда вас закрепляют за определенным инструктором, в этом есть, конечно, определенный плюс. Плюс заключается в том, что вы с этим инструктором, если поладите, то учебный процесс будет идти гораздо лучше, эффективнее, качественнее, потому что вы будете, ну, подходить друг другу, что ли. И чем больше вы будете работать, тем больше у вас будет совпадать фазы, да, и в конечном итоге эффективность обучения может сильно вырасти. Это же может сыграть и в минус, потому что часто студенты-инструкторы становятся такими друзьями, появляется неформальное общение, там, походы в гости, дружба с семьями, совместное барбекю и так далее, и тому подобное. Это, конечно, может и негативно влиять на учебный процесс. Закрепление, оно в том числе несет на себе огромный минус, связанный с тем, что если вы вдруг психологически не подошли друг к другу, то очень часто студенты, особенно в России, особенно в той же самой Кубинке, когда я учился, они не смели, как бы, подойти к начальнику клуба и сказать, они могли бы вы мне поменять Юрия Викторовича опарина на кого-нибудь другого. Просто люди перестали летать, а кто-то не смог вылететь, кто-то вообще, как бы, бросил полеты, и для кого-то это, может быть, даже там травма на всю жизнь осталась. Наш подход, когда мы не закрепляем студентов за инструкторами, он тоже, конечно, имеет свои плюсы и минусы. Плюс заключается в том, что у студента есть возможность попробовать полетать с совершенно разными инструкторами и попробовать разные подходы. И однозначно найдется инструктор, который вам будет подходить больше. И можно подойти к шеф-пилоту, и это абсолютно нормально, или не возбраняется сказать, слушайте, мистер Джо Иванович, не мог бы я летать впредь только вот конкретно с этим инструктором, потому что мне он подходит. В этом смысле мы, конечно, гораздо более гибкие, и у студента есть потрясающий выбор. Он может менять инструкторов, буквально перебрав всех, и определиться, с кем ему лучше, комфортнее. Но есть и существенный минус, и этот минус, он, конечно, находится на нашей стороне. Минус заключается в том, что каждый инструктор имеет свою технологию преподавания и даже демонстрации тех или иных маневров. Есть ряд нестыковок и несоответствий, которые мы пытаемся устранить выпуском процедуры, регулирующих документов. Но, опять же, тот же самый инструктор может сказать, да, да, я все понимаю, как бы, да, я понимаю, что эта процедура должна работать таким образом. Но меня вот когда-то научили вот так вот. и выбить из него, это очень сложно, потому что, опять же, в летном деле мы знаем, что такое праймис. Это принцип, при котором первое, что человеку попадает в голову, новое знание, вот как оно к нему заходит и в каком виде оно к нему попадает, оно практически навсегда так и остается. Ребятки, Америка проповедует свою традицию обучения, и я с этой традицией согласился. Вы рано или поздно найдете того инструктора, который вам понравится и с которым вы будете кайфовать, учиться эффективно и набираться навыков, знаний, умений гораздо быстрее, чем если бы вы были закреплены за инструктором, который вам не подходит. That's it. Об этом был мой выпуск. Юрий Викторович Апарин, спи спокойно. Люблю тебя, помню. Очень часто вспоминаю и свой первый самолет Зелин-142, и свой первый самостоятельный вылет 16 сентября 2006 года. И, в принципе, все свои... Весь свой период жизни в Кубинке тоже, конечно, вспоминаю с огромной благодарностью. Помню почти всех инструкторов. И Андрюха Алексеева, и приходящих к нам в гости Игоря Ткаченко, и Сан Саныча Горнова, благодаря которому я вообще в небо попал, и всех наших сотрудников, и вообще всех-всех-всех. Все помню, но с трудом неросклероз.